24 июня 1945 года. Москва, Красная площадь. В этот день Советский Союз поставил точку в долгой страшной войне с фашизмом. С тех пор парад Победы стал традиционным, но проводили его уже 9 мая, в сам День Победы, до нынешнего 75-летнего юбилея. Из-за пандемии торжества отложили, а накануне решением президента назначили на 24 июня. Мы спросили экспертов, историков, насколько, по их мнению, выбор даты обоснован. В то же время нынешний июнь получится богатым на памятникам. Своими планами с нами поделились алтайские поисковики. Уже в начале месяца они передадут родственникам погибших очередные медальоны, найденные на полях сражений. А 22-го, в День памяти и скорби, пройдет акция «Свеча памяти». Эта акция проводится у нас в регионе далеко не первый год. Еще в 2002 году Барнаул провел эту акцию. Инициатором тогда выступил Комитет по делам молодежи. А на официальном всероссийском уровне «Свеча памяти» стала проводиться с 2009 года. Поэтому, полагаю, что мы можем с полным правом считать себя одними из первых инициаторов этой замечательной акции. А вот что касается Парада Победы, то в пресс-службе администрации Барнаула нам сообщили, что решения о проведении победных торжеств в краевой столице пока ждут. Все зависит от губернатора. Возможно, что-то прояснится на следующей неделе, когда состоится Всероссийское совещание Оргкомитета. Также под вопросом, отправится ли на московский парад ветераны из Барнаула. Под вопросом и проведения в регионе акции «Бессмертный полк», назначенной федералами на 26 июня. Ведь если в Москве количество новых заболевших постепенно снижается, то у нас пока ситуация, увы, лишь ухудшается. Илья Кочетков, День с толком.